День омеча Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова День омеча задумывался как один из первых крупных городских праздников, который предварял праздничную неделю, собственно, празднование юбилея города. Поэтому в чем особенность задумки? Наверное, здесь главный принцип открытости, принцип включения самих омечей в подготовку, а самое главное в проведении этого праздника. Можно сформулировать так, омечи, омеча. То есть это интерактивность и организаторов, и зрителей. Правильно я понимаю, чтобы не только люди, которые подготовили праздник, нашли себе занятия, но еще и просто люди, которые гуляли в это время, мимо проходили, сразу же были втянуты в него. Совершенно верно. Вот смотрите, кто обычно входит в команду, которая занимается подготовкой дня меча. Но я бы сформулировала так, помимо того, что это люди, представляющие те или иные общественные движения, сообщества, объединения по интересам, и, как я говорила, просто активные горожане, есть и такие. Наследие дня меча, оно какое? После дня города нам что-то остается, да, всегда есть какая-то позитивная история. Вот что за проект и какое наследие у этого праздника, у дня меча? Ну, вы знаете, это как воспитательный процесс, да, он может длиться годами, а результат вы сразу не почувствуете. Потребуется какой-то период, чтобы оглянуться и оценить, а что мы вложили там в ребенка, в человека и так далее. По сути, это тоже некий такой еще и общественный воспитательный проект для наших горожан, которые еще, ну вот, не прониклись каким-то вот этим омскостью. Давайте перейдем к месту проведения. День меча начинался на Зеленом острове, но в этом году он пройдет на Любинском и в сквере Дзержинского. Почему было решено изменить место? Ведь Любинский и Дзержинского – это и так очень популярное место городское, то есть там всегда народ, всегда есть что посмотреть и что показать. Но все-таки почему решили изменить место? Зеленый остров был выбран в результате народного голосования. И нам эта площадка очень понравилась, не сказать только то, что было тесно. То есть на второй день омича нам там было тесно. Для меня вот абсолютно очевидно, что выход на Любинский проспект – это, наверное, создание возможности большему количеству омичей побывать на этом празднике. Это действительно наша сверхзадача. Мы хотим, чтобы количество вовлеченных в этот процесс людей становилось больше. Будет очень много мероприятий и площадок. Но, как мое мнение, в Омске погулять вот так массово, да, можно и все несколько раз в году. День омича, обычно это 9 мая, день города, недавно добавился пикник или Любинский лайф. Почему нельзя взять вот эти площадки и растянуть их по временам года, может быть, чтобы можно было куда-то сходить и осенью, и весной, может быть, даже зимой придумать какие-то площадки? Почему все это приходится все-таки умещать в один день? Это сложно организовать или на это не пойдут? Вы знаете, для меня это вообще вопрос не дискуссионный, потому что я, наверное, отчасти не соглашусь, что есть необходимость вот в этом растягивании. Я скажу по-другому, что Омск событийный за последние годы очень изменился. Изменился в сторону значительного увеличения различных творческих проектов на открытых пространствах. Многие наши соорганизаторы отметили, что надо теперь лавировать между различными крупными городскими событиями, чтобы не было наслоения. То есть, по большому счету, сегодня у организаторов есть такая негласная борьба за своего зрителя. А наш проект, он для всех, поэтому мы будем рады всем, кто придет. И, конечно, наш зритель – это омичи любого возраста. Из всех площадок мероприятий, которые будут на Дне Меча, выделите три или пять самых топовых, по вашему мнению, куда, например, вы пойдете? Не могу. Почему? Ну, смотрите, я пойду на все площадки, как соорганизатор, как непосредственный участник этого процесса. Во-вторых, наверное, понимая формат этого мероприятия, привычных каких-то торжественных открытий там с фанфарами, ну, их не будет. То есть это проект, который начинается и продолжается единым таким тематическим блоком. Есть еще одна особенность, что одномоментно работают несколько десятков площадок. Поэтому сконцентрировать какой-то генеральный центр, ну, у нас будет главная сцена, но не факт, что все зрители будут возле нее. Да, честно говоря, и не хотелось бы, ну, даже с точки зрения безопасности. Несмотря на то, что Любинский проспект большой, все равно бывают какие-то, ну, вот, столпотворения, которые мы не должны допустить как организаторы. Поэтому мы-то как раз ставим задачу максимально заполнить это пространство, чтобы, с одной стороны, это было комфортно, с другой стороны, была внятная навигация. Мы, во-первых, будем раздавать программки. Вот просто всем приходящим мы заказали несколько тысяч штук. Баннеры установим информационные. И у людей будет возможность выбрать, ну, вот, куда ему интереснее пойти. Потому что, конечно, я теперь понимаю, можно прочесать все там 30 площадок и подойти к той, которую ты ожидала, там уже все закончилось. Вот этого огорчения наших участников мы не должны допустить. Поэтому, во-первых, мы готовим такие информационные блоки, перебивки, которые будут звучать на разных сценах, чтобы люди понимали, что вот тут сейчас начнется флешмоб, а вот там шествие семей, которые участвуют в первом семейном карнавале, внимание, внимание и так далее. Первый семейный карнавал – это попытка наших омских общественников придумать формат для совместного семейного участия. Ну, бывает так, мы пришли на праздник с семьей, для ребенка есть занятия, родители заскучали. Либо наоборот, нам ведь хочется, чтобы родители с детьми в чем-то поучаствовали вместе. Мы говорим, мы вам создадим, дадим такую возможность. Анонсировать успех этой задумки пока сложно, она сама по себе хороша. Посмотрим, как это получится, сколько у нас будет участников. На сегодня мне называют цифру, что это уже порядка 100 семей, которые готовы принять участие. Честно говоря, для меня даже эта цифра уже так удивительна. Ну, я надеюсь, что сейчас мы входим в активный период информационной кампании, и мы, в том числе и с вашей помощью, попытаемся рассказать о Мечам, что есть такая возможность, и можно выйти на улицы города. Ну, о клипе скажу только то, что он будет. Он будет в финальной части Дня Меча, то есть где-то в 22.00 после этого времени. Клипу нужно готовиться, потому что там будет в формате караоке исполнение трех песен, за которые сейчас активно голосуют о Мече ВКонтакте. И вот там же будет и танцевальный флешмоб. Это все составляющие вот этого клипа. Желтый – это главный цвет праздника, главный цвет дизайна, я так понимаю. Что он стимулизирует, кроме того, что Омск – это один из самых солнечных городов? Ну, с этого мы начинали как раз в год трехсотлетия. Мы действительно думали над тем, будет ли у нашего праздника какой-то свой цвет. И очень быстро определились как раз с желтым цветом именно по этой причине. Что, как ни странно, Омск – один из самых солнечных городов. Не странно для тех, кто к нам приезжает, потому что думают, что город в Сибири – это что-то там ветра, снега, пыль и так далее. Ничего подобного. То есть нам могут завидовать большинство городов других регионов. Ну, и я уже сказала, что солнце – это тепло. Это какое-то дружественное настроение, которое нас может объединять. Во-вторых, ну, я не знаю, он достаточно доступный в элементах одежды, каких-то аксессуаров. В прошлом году мы делали попытку таких, так называемых, желтых флешмобов. У нас представители Октябрьского округа пришли, там огромное количество людей в желтых одеждах. Кто-то с зонтиком, кто-то с накидками. Но это же все объединяет. В понедельник, 15 июля, творческий вечер в Галерке. На сцене актер театра Владимир Приежев, отмечающий свое 55-летие. В программе фрагменты спектаклей и стихи собственного сочинения. Знаменитый спектакль «Лебединое озеро» британского хореографа Мэтью Борна на большом экране. От классической постановки здесь только имена героев и музыка Петра Чайковского. В четверг премьера ремейка классики от студии Дисней «Король лев». Картина режиссера Джона Фавро выходит на экраны спустя 25 лет после первого показа оригинального мультфильма. Вечер пятницы можно провести в омском Тюзи. Драма по роману Ивана Тургенева «Отцы и дети». Нигилизм, дворянство и бескомпромиссность в постановке режиссера Евгения Рагулькина. В субботу квест для школьников младшего возраста от коллектива театра «Орликин». Сценическая речь – основы кукловождения. Без таких навыков дойти до конца испытания не получится. В конце часового квеста совместная постановка сказки «Колобок». Воскресенье время тренировать голосовые связки. На сцене семейного торгового центра «Мега» Омский симфонический оркестр. На экранах тексты популярных песен. Организаторы предлагают гостям самое большое и дружное караоке города. Редактор субтитров А.Семкин